Всем большой-большой привет! Спасибо, что зашли на мой канал. Я очень рада вас видеть. Сегодня видео для самых младших моих зрителей. Я буду делать свадебное платье для куклы Барби, причем при этом не буду использовать ни разу нитку или иголку. А именно, использовала я заменитель кожи белого цвета, ножницы, карандаш, украшения в виде страз, цветочков и кружевную ленту. Вместо нитки и иголки я использовала пистолет с горячим клеем, но вместо него подошел бы любой другой хороший клей. Если бы моя учительница по трудам сейчас увидела, чем я занимаюсь, она бы, наверное, очень сильно расстроилась и меня наругала, потому что она всегда нас учила все делать очень аккуратно и 7 раз отрежь, 1 раз отмерь. Ой, неправильно, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Но я сейчас все делаю по-своему и очень так по-ленивому. Кладу куклу Барби головой вот сюда на край этого отрезка кожи, заменителя кожи. И вот так грубо ее обвожу. Причем сразу из расчета, что внизу будет юбка, здесь подальше отступаю. И теперь отрезаю. Отступаю от этих линий еще примерно по сантиметру в сторону. Вот так где-нибудь. Это будет лицевая часть. А нам нужна еще задняя. Для этого прикладываю уже отрезанный кусочек, обвожу его и также вырезаю. Задний кусочек я складываю пополам и делаю вот такой надрез. Он нужен для того, чтобы это платье потом снималось и одевалось. То есть мы же его не навечно приклеиваем, а мы хотим его снимать. Волосы я завязала, чтобы они не мешали. Теперь мне нужно соединить эти два куска между собой. И здесь есть в принципе два варианта. Можно приложить швы друг к другу как бы лицевой стороной, приклеить, вывернуть и тогда будет внутри толстый шов, а снаружи гладкий. Но я не хочу, чтобы внутри у меня был этот толстый, поэтому я сделаю по-другому. Я сделаю как бы с одной стороны лицевой стороной, а с другой изнаночной. И тогда у меня останется некрасивый шов снаружи, но зато будет гладко. А этот некрасивый шов я потом спрячу кружевами. Вот так будет. При работе с горячим клеем нужно быть очень быстрым, потому что он очень быстро застывает, поэтому надо сразу же клеить и не ждать. Немножко подождем, пока он засохнет. Это будет быстро. И займемся второй стороной. Тут надо чуть-чуть поправить. Тут недостаточно клея. Субтитры сделал DimaTorzok Вот я уже сейчас вижу, что у меня платье пока что слишком длинное, но я сначала по бокам приклею, а потом уже буду заботиться о длине. Все, я сейчас склеила обе стороны по бокам. Теперь надо укоротить сначала сверху. Тут, кстати, могут быть разные варианты. Можно просто подвернуть, например. Вот так. И будет как будто бы это такой задуманный элемент украшения. Подвернуть, приклеить опять же. Но я хочу это все-таки обрезать. Вот теперь вырезаю. И там, где середина груди, сделаю как бы немножко вырез сердечком. Внизу платье тоже еще слишком длинное и слишком неровное. Можно просто отрезать кусок ровно, а можно сделать это с каким-нибудь узором. Например, зигзагом или, может быть, волнами. Можно сделать передний подол короче, чем длинный. Такая мода тоже есть. Можно оборотный скосок, то есть правый угол короче, чем левый угол. Вот здесь можно придумать застежку. Можно, например, вклеить ту же самую молнию, но я решила пойти более легким путем. Я это просто вот так зажму и сверху перевяжу кружевом. Будет одновременно и украшение, и заменитель застежки, можно сказать. Вот, остается это теперь как-нибудь поаккуратнее завязать, и потом можно добавить еще дополнительные детали. Например, те же самые стразы, может быть, еще какие-то кружева, можно что-то нарисовать, приклеить, вышить. Вот что у меня получилось. Я в итоге это кружево свернула пополам, сзади завязала бантом и спереди добавила вот эту вот стразу с цветочком. Вот, можно пофантазировать и добавить что-то еще. Может быть, украшения какие-нибудь на шее, можно лямочки придумать. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, я надеюсь, оно вам пригодится и подастся в новые идеи для вашего творчества. Ставьте большой палец вверх, если видео понравилось, оставляйте ваши комментарии, а также подписывайтесь на мой канал, смотрите его почаще. Я регулярно выставляю новые видео, и у меня вы найдете много всего интересного, красивого, полезного и иногда даже вкусного. Я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok